Следственный комитет Югры проводит проверку по факту обрушения части конструкции в жилом доме в Нягоне. Здание по адресу Интернациональная, 58, признано аварийным в 2019 году. Но до сих пор в нем проживают 30 семей. Несколько дней назад они остались без общей туалетной комнаты. Татьяна Герт расскажет подробности. Провалился туалет вместе с унитазами, все вместе внизу. Представляете, вода все течет, не знаю, что там творится, но что-то творится. Пол провалился. Интернациональная, 58. Люди живут здесь. Это любительское видео из Нягоне облетело всю страну. В двухэтажном доме, который долгие годы был общежитием, рухнула туалетная комната на первом этаже. Под завалами сантехники и обломков несущих конструкций чуть не оказались люди. Открыла дверь и все просто рухнуло. Когда мы прошли, получается, сосед сделал шаг, и оно все упало. Но он успел отскочить, и я не дошла до того места от начала этой ямы. Теперь единственный в доме санузел общего пользования и душевая на втором этаже тоже вызывают опасения жителей. И когда вот тут стоишь, тут как бы, ну, можете почувствовать, тут вообще нету пола. Там можно первый этаж увидеть, ну, как бы. Там все, там нету ничего, там только труха. В деревянном доме живут 30 семей. Есть маленькие дети, пенсионеры, люди с инвалидностью. Строение официально признано аварийным. Как заверяют представители жилищно-коммунального хозяйства, обрушению способствовал не только естественный износ здания, но и самовольная установка санузлов в некоторых комнатах. Проще говоря, нечистоты сливаются под дом. Полностью сгнило конструктив, который держал этот пол, там металлический профиль. Сгнило и пол упал. Все, сейчас все силы брошены, работаем, чтобы в ближайшие, кучащие сроки восстановить. Жилому дому по улице Интернациональная 58 – 38 лет. В списке под снос он 70-й. В Следственном комитете по Югре длительное нерасселение аварийного дома считают неправомерным. Лица, проживающие в доме по улице Интернациональной, допрошены и признаны потерпевшими. В настоящее время устанавливаются все собственники живых помещений. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, так и на принятие органами власти мер к расселению граждан из данного дома. В Нягоне в этом году это уже второй случай обрушения в жилом фонде. В феврале рухнули балконы сразу в двух подъездах аварийного дома. Чудом удалось избежать человеческих жертв. Строение не расселено до сих пор. Татьяна Герт, Максим Пуксаус, Вести, Югория, Нягонь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова